Тебе идет этот цвет, оливка, а то ты все чайная-чайная, девчата, смотрите классно как. Я в принципе оставила себе единицы в таком количестве, вообще здорово. Кристина, сейчас листик тут зарылся. Я подумала, что это жук и кричала, а жук, 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 их много-много, а там куча листиков. А вопли, блин, ужас какой, на виси ваннушку, заставала, я думала, что я давлю жуков, а это было лис. Она говорит, я сдавила жука, я говорю, да там лист у тебя застрял. Девочки, всем привет. Вы на канале с 30 лет, я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Они много, мы уже похудели и ходим дальше. Уже много так отдыхающих везде ходят. Так, я чуть-чуть вот так протару, а то как-то... Дай я тебя оботару. Давай. Как раз новую туничку. Ну, тебя хабышечка, у меня это, оно не потрется. Ну, да. Шифон, шифон, да. Он будет скользить и царапать. Девочки, у нас же отвесили. Ура, девчата. Я так счастлива, у меня не вернулся вес, девчата, вы что видели. Мне тоже не вернулся. Даша чуть-чуть опять ушел. Хорошо. Мне так нравится, что у меня хоть проблески из талии. Это очень хорошо. Да, смотри, смотри, ну реально, худеет прям на глаза. Нет, ну, во-первых, это еще в силуэт этих вещей такой. Да у тебя талия появляется. Тебе даже Юля говорит, все время тебя там нащупывает. Она же там тебя по общупкам уже и знает, как ты худеешь. Она мне шею, что-то на спине там кладет. Она каждую твой складочку замеряет. Знаешь, сантиметры, как гусенички, измеряет, измеряет. Девчата, она ездила в йога-тур. Да. На сколько дней? На три? На три дня, по-моему. Мы смотрели все ее статусы, там она выкладывала, и так они какие-то пирамиды сделали. Из людей. И стояли на этих, на гвоздях. На гвоздях. И что там только не было у них. Блин, она рассказывала, как она на гвоздях стояла. Это просто жесть. Адская боль. Да. И что это? Она готовилась, она представляла, что это такое. Ну, оказывается, что она совсем не представляла, что это. Это больно очень. Вот йоги, они учатся не чувствовать боль. Ну, она говорит, это вообще сложно, чтобы убрать боль. Я говорю, ты поеткнула ноги? Она говорит, нет, я ничего не поеткнула, но это адская боль. Жесть. Ну, вот. Ну, они там классно йогой занимались. На обучение она типа ездила, да? Йога-тур. Не знаю. Ну, короче, весело. Да, было. То есть, а, она там кушала очень вкусно. Там было все включено. Она сказала, завтра к обед-ужин. Она говорила, очень много запятенных овощей. Очень много овощей. И мяскость по чуть-чуть. Она говорит, ела до отвала и похудела на килограмм целый. Накладывала вот такие. Света спрашивает, а ты какие порции ела? Она говорит, я вот такие прям тарелки накладывала. Света, и ты все это съедала. Ага. А Свет, чего она, Юля, ответила тебе на это? Не помню, что она съедала все. Тарелочки были вылезаны начисто. Да, да, вылезаны начисто. И ягод она очень много ела. И даже кофе, капучино, что ли, она две каушки в день выпивала. Вот, вроде бы это калорийная колька. Но у нее такие ножки худенькие. Она очень загорелая. Загорелая, стройная. Но она и так была подкачивать. Все время в спорте. Ну да. Что-то я хотела другое сказать. И забыла. И мы ушли в саму прям йогу. Что-то до того. Что-то в спортзале. Ладно. Это неважно. Девчата, мы ходили в спортзал, когда было очень жарко. И там нормально, хорошо кондиционер. Там еще один кондюк какой-то поставили. Дополнительный. Потому что намечается сильно жаркое лето. Плюс 40. И чтобы люди продолжали ходить. В тени плюс 40. Потому что уже на солнце плюс 50. Но многие девочки пишут, что сейчас во всех регионах. У меня Машин в Оркуте на крайнем севере. Там потепляло что-то? Включили, купили вентилятор. Да ты че? Плюс 30 у них. Духота думали. Сейчас уже? Потому что ж было холодно. Ну вот резкий такой скачок. Может это глобально потепление все-таки? Ой, что-то его там уже 100 лет говорят. Глобальное потепление. И оно никак. Инопланетяне в 2000 году должны были. прилететь. А по калипсису ты не того путаешь? Нет. В каком-то там до 2000. В 1900 какой-то восьмой год. Помнишь, мы ждали инопланетян? В Тагиле мы жили. Да. Обещали инопланетяне прилететь. Да. У нас маленькая была. И все говорили, что инопланетяне прилетели. Я этого не помню. Никто не прилетел. Я помню, что в 2022 году должен был быть конец света. Я же говорю, мы поженились специально на следующий день. 12-го, 22-го, 22-го, 2022-го. На следующий день после того, как обещали конец света. Андрей же мне когда предложение сделал, я такая говорю, давай с тобой пожениться. Если не будет конец света, то на следующий день мы жениться. И вот мы, знаете, вы надеялись оба на конец света, что ли? Я не поняла. Я не знаю, но это просто был прикол. Такие, ой, не случилось. Значит, мы женимся. Вот, блин, жениться придется. Ну, да. И запомнилась хоть дата эта. Ну, да. Так, у нас куча комментариев. Я забыла тогда, что я хотела рассказать. И теперь это тебя мутиет, я вижу. Да, да. В боевке домиком, блин, тебя это раздражает. Девочки, я вспомнила, что хотела рассказать. Только почему? Про спортзал мы начали говорить. Я же ходила, я видела того ковбоя в стрингах. А, это с того года, что ли? Нет, это не с того года. Это когда я еще работала в магазине продуктовом. Он приходил в магазин. А-а-а. Весь в масле, в трусах, стрингах. И был в сапогах. Он такой молодой и красивый. Как виндитель. Или кто-то. Он был престарелый мужик. В стрингах и в шапке. Ой, господи, тут знаменитая музыка. Я не слышу вообще о музыке. И в шапке от ковбоя. Только ты говорила жарко, а вот ему не было жарко. Он был нормальной ковбойской шляпе. О, ужас какой, а. Девчата, и он опять был в труселях в одних? Ну, он шел так вдоль моря, прошел. Я не знаю, может быть, это какой-то другой мужик. Я же там лицо не запоминал. А, да я поняла, куда смотрела. Нет, я смотрела на то, что... Какой образ! Какой колчакальный образ! Надо себе на заметку взять. Я просто думаю, что может быть... Вот такой человек, кто в таком образе. Может он в театре работает. Так вот в театре выходит, снимают грим. Я просто думаю, если у человека такой театральный прикид, это прямо какой-то... Ой, тоже дерево повалилось. А, я только хотела туда пойти. Да, был же ураган на днях. Вот и тут дерево повалилось. Ураган и сильный ветер, а то напугаясь девочек, то в ЕИСК собирается. Ну, да. Ураганов здесь нет. А написано было в МЧС ураган. Что было? Сильный паровистый ветер. А у меня ураган был написан. Ну, ладно. Девчата, я просто думаю, что тот, кто вот так вот одевается, это же... Помните? Девочки, мы тут пока отвечали на телефон. Тут нам маленький котик пришел. Пушистый, с пушистым хвостиком. Бедненький. Вы, наверное, выбосили. Так он, может, вот пришел, вот тут в доме живет. Он может. Он тут прогуляться два шага. У меня кузя на три квартала ходит гулять. А, вот он побежал. Он такой пухленький, хороший. Как будто его кто-то кормит. И он уже не маленький котеночек. Девчата. Я что подумала? Тот, кто так наряжается, это же все истероидный радикал. Вот. Тот, кто любит заявить о себе. Это то же самое, что перья там одеть, вот это вот все, по сыне, по скакать страза. Вот сто процентов этот мужчина прекрасно бы в кино поиграл в каком-нибудь. А он просто играет в кино. Я что думаю? Ну, конечно, у мамы много-то не надо маслом намазаться в стритках по пляжу бегать. А с другой стороны, я думаю, наверное, не каждый бы мужчина мог так ходить. Слава богу, твой муж так не ходит. Я помню, девочки, я, наверное, вам рассказывала, работала в продуктовом магазине, и там прибегает один водонос, парень, который воду расставляет. Но это мы так их называли, а так это просто продавец, который выставляет товары. А в основном они напитки, воду тяжелую выставляют с пивом. И мы их между собой водоносами называли. Вот приходит один парень и он такой рассказывает, девчата, вы знаете, что у нас около ДК разрешили гей-парад? Когда это у нас такое было? Вот. И мы такие, как такое может быть? Кто такое разрешил в городе, возле ДК гей-парад? А ему лет 18 или 19 парня. Мы туда набирали крепких, высоких, сопливых парней, чтобы они хорошо работали и мало получали. Ну, как всегда. Использовать раб вот этот мужицкий, молодецкий. Вот. Мы такие тетками с такими уже в возрасте. Да не может быть такого, чтобы разрешили возле ДК какой-то там парад такой. Он такой, вот мы не знаем. Я вот уже другу рассказала. А ему что, я не пойму? На следующий день приходит он и такой говорит, мы взяли биты, е-мое, взяли эти, кастеты. Да ему что, я не пойму. Вот как в 90-е годы. Говорит, дебилизм какой-то. И приперлись к ДК вечером. Слава Богу, не было поядок. А там вся площадь этих малолеток поприходила с этими битами и с кастетами. Он что, кухня? А они, казалось, все прибежали на гей-парад, чтобы геев разгонять. Чего им геи, блин, жить не дают, я не пойму. Я вот тебе про то, что сказала, что ни в стразах, и в стрингах бегать особо никто не захочет. Конечно, их где-нибудь за углом побьют. Будут подозревать на такое, наверное. Ты попробуй одень. Это он к себе, что ли, пристроился. И чего вот торгать человека. Ну. Ну не любит он женщин. Да иди Бога, пусть не любит женщин. Мы коснулись очень и такую тему, которая не очень хорошо касалась. Да. Нельзя же о религии говорить, о политике, о религии всяких. Ну, это вот маленькие говорят, как такое происходит. Может, в крупных городах уже к этому привыкли, но в маленьких городах вот такая история происходит. И я хотела сказать, что даже вот, например, в крупном городе, помните, было модно какие-то розовые муршины рубашки? Ага. С цветами еще какие-то рубашки. Я как-то иду года четыре назад, у нас еще мода это, ну, попривозили кто-то на рынок чуть-чуть для эксперимента. Такие рубашки ходят и некоторые до сих пор на рубашки. Я же Андрея такая говорю, слушай, пойдем, я такую классную рубашу увидел, щелкнула ее. Розовую, розовую, да? Одну розовую, а другую розовую с цветами. Хорошо. Я представляю, что Андрей тебе сказал. Он так смотрел долго-долго в телефоне, говорит, это что, твой топик? Ну да, это твоя любовь. Ты, может, себе что-то сфоткала и перепутала мне что-то? Я говорю, нет, это тебе. Ты как себе представляешь, чтобы я на стройку пришел у нас в городе есть. Я просто, представляю, сколько там, они у чаля сподбинеют все мужики. Потом начнут гагатать тупо, а потом будет каждый придумывать какую-нибудь смешную шутку в его стоину, да? Он такой говорит, а он тогда работал на девятиэтажке, он такой говорит, представляешь, они работают на девятом этаже, я такой уже поднялся по лестницам и захожу в этом топике розовом. И они такие мне, это он уже придумал ситуацию. Мы тебя уволили и сбросили с девятого этажа. И сиди какой-то рубашки. Ты что-то нам не нравишься. Андрей, ты что-то нам перестал нравиться. В этой розовой рубашке. И походу делала маленьком городе затея от таких нововведений, каких-то нарядных кулов для мужчин. Цвета, я не знаю, девушка если оденется хоть мужика переоденется, будет по барабану. Даже если она пристанет к девчонке уже прям вообще пристанет. Все равно пофиг. Они к этому нормально относятся. Не они. Женщина как-то нормально. Главное, чтобы им эти мужики не приставали. Да, им даже не пристают. Даже рубашка цвет, видишь, как реакцию дает. Это ты что, себе топик приглядел? Я говорю, а почему топик? Так, ты посмотри, какая-то эта футболка еще укороченная. Это что такое? Еще приталенная самая ужасная. Ну, укороченная приталенная. Что это за топ? Ты знаешь слово топ? Ой, блин. Вот это мы с ним и наржались. Я говорю, так вот, вот ты понимаешь, что там модно, в Москве модно ходить в таких рубахах. Ну, пускай в Москве свои ходят. Пускай в Москве и ходят таких рубах. Посидеть. Так, а я какой-то еще подготовила вопрос. Девчата, я хоть и обещала, помните, наснимают таких людей, а потом я посмотрела, у нас там теперь уже вишенки упасть некуда там, на пляже. Вот как я вот так вот буду снимать? Я поснимаю, не переживаю. Снимать этого мужика. На выходных пойдем, поснимаем. Ты будешь снимать? Ну, вообще пляж-то поснимаем. Мы каждый год с тобой снимаем пляж. Ты сможешь поснимать таких мужиков в стрингах? Ну, если попадется. Мне же редко бывает. Блин, что там мои скрисотики тут какие-то высвечиваются? Девочки, искала, искала, нашла. Здравствуйте, девчонки. На пустой желудок я ем одно яблоко, это мой завтрак. Затем обед, тоже яблоко. И ужин, тоже одно яблоко. Очищается хорошо кишечник. Вот такой разгрузочный день. О, ну, если вам хорошо, то это хорошо. У меня, я ни в коем случае не смогу из-за зубов и из-за желудка. У меня сразу заболят зубы и желудок загнется. Это вообще. Ну, если вам позволяет здоровье, то прекрасно. Я тут на днях пробовала, мне девчата рассказывали, что как яблоко-то поесть, как яблоко поесть, чтобы есть не хотелось. Я съела это яблоко и запила теплым чаем, без сахара, без всего, тепленьким чаем. И получилось так сытненько и не хотелось потом есть. Ну, если ты хочешь яблоко, я вот сейчас лучше черешню поему. Мне прямо захотелось в тот день яблоко, я поела и запила теплым чаем. И оно не раздражало желудок и хорошо пустилось вместе с теплым чаем. И есть потом долго не хотелось до сих яблоки уже года три не ем и не хочу из-за зубов из-за желудка лучше киви вот если есть кислого что-то киви там поем. Нектарин тут как-то съела тоже водой тепленько запила и нормально если захотела. Девчата, я поняла что до меня вот как долго доходило мы три года худеем до меня долго так доходило что можно только один фрукт вот один я раньше бы взяла вот так вот я раньше покупала пакет нектаринов почти два килограмма и вот пока шла где-то по улице салфеток наберу ем этот нектарин дома приду его доем это так просто легкий клип из еды перекусик перекусик черешник надо купить целое ведро и все ведро есть весь вечер а то завтра оно стечет уже невкусное будет черешник девчата вот многие кто-то смеется кто-то никогда не ел кто-то такой же толстый как я тот знает кто ест кто-то такой жирный как я он так же ест почти и он знает все эти привычки загоны потому что такой вес просто так из пустого ветра не наберется только нажрется вот этим хлебом вот этим жиртом я так ела сейчас я стараюсь есть вот один некрорин и желательно это на аперитивчик перед едой до еды потому что если я сделаю как сладкая точка то я есть после этого нектарина не наберется сладкой точка это видимо для сладкоежек сладкая точка вначале наешься обычно еды как положено по этой тарелке а потом заглинцевал этим сладкой точкой а у меня сладкая точка вот этот как инсулин поднимается я ем тогда уже обычную нормальную еду и все чуть-чуть запила чайком таким успокаивающим можно без ромашки просто чай без сахара попил и все вообще отлично я понимаю что если бы я быстро похудела мне бы тоже начали такие вопросы задавать ты наверное урезала желудок девочки ну как может быть урезанный желудок если мы все равно вот столько салата едим нектарин еду вот это помните это наверное побольше бы похудела если ты урезала желудок нет если бы я урезала вообще похудела за один год только там очень большие последствия есть многие рассказывают там есть два вида операции на желудок одна бариатрическая другая шаунтирование желудка и вот кому этот дедушка машет не знаю какой дедушка вон то ты свой девкадо смотрела как ты у тебя что подсекаешь за всеми вокруг я не пойму контроль еще увидела что это именно дедушка какой-то ну да вблизи ничего не вижу вдалеке аааа соколиный глаз аааа глаз орла понятно два вида операции и побочка там есть у одного вида операции что-то потом не всасываются витамины и вот смотри он опять машет ты же опять смотрела туда не всасываются витамины из еды еды мало ты потребляешь по 100 грамм всего 150 максимум и получается что тебе надо постоянно пить витамины всякие поливитамины комплексные витамины еще что-то там пить надо постоянно вот а при втором какой-то ааа побочка изжога потом еще там многие говорят что прежде чем ты соберешься делать эту операцию надо сходить на консультацию там расскажут все побочные тоже реакции организма и что они советуют если вы не сильно большом весе если вы 100 килограммов и можете справляться сами с похудением то лучше самим похудеть там лагерь пошел я смотрю не моя не моя Яна ты не деда ты то теперь туда там как раз как мой лагерь ну Яночки девчата и слушайте я что хотела вам донести там вот этим длинным раскладом доноси мне этот лагерь отвлекает все они пошли это не она что я хотела донести они вот для чего делается эта операция чтобы на один год тебе сделать возможность что ты тебе ограничение по идее ты даже хочешь съесть а тебя тошнит ты хочешь а тебя рвет есть такие что растягивают растягивают желудок вот они настолько зависимость хотят жрать 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 а их рвет вот понимаете в чем дело тебе ограничили желудок чтобы ты не мог просто сожрать физически год чтобы у тебя за год эта привычка выработалась но на самом деле они сказали если вы можете сами лучше все равно самому привычку вырабатывать это потому что это не панацея операция если у тебя сильная зависимость это то же самое что закодироваться от алкоголя тебе закодируют чтобы ты опять привык за год не пить а это не панацея ты опять на своей сильной воле должен не бухать и так же здесь не жрать ты потом на своей сильной воле только должен на год тебя просто спасают от этой жрачки а дальше ты опять разожрешься вот ты за год скинул свои 60 килограммов но если ты опять начинаешь все в себя совать то ты опять за год за два опять 60 килограммов этих нажрешь очень-очень быстро сколько таких случаев я девчата вот у меня было помните перед новым годом и чуть-чуть после нового года вот это вот что-то я подсела на вот это люди не взвешенные люди люди 300 килограмм я посмотрела там столько ситуаций где там 50% люди вернули вес обратно свой огромный свои 300 килограмм причем за небольшой срок за за два года за два года зачем ты мою холку мою из всех сторон зачем я думаю когда ты начнешь ургаться пользуясь случаем пока не ургаешься зачем ты мою холку не решила это называется смена кадра это так чтобы девочки смотрели где мы сидим они с этой холкой уже познакомились давно давно получилось как будто я тебе холку снимаю все так увеличено без сбоку девчата ну я знаю что все кто на нашем канале все тоже давно худеют много раз пытались худеть много раз обратно разъедались это все идешь это мы все как белка в колесе по одному замкнутому кругу ходим а почему потому что пищевые привычки надо менять мы конечно можем винить долго бабок своих родителей все кого угодно так же как ну смотрите почему-то когда люди становятся алкоголиками они же не винят не винят своих студенческих друзей то что они спились или какую-то Машу там подружку с которой она прибухивала насчет еды почему-то все привыкли винить какую-то бабушку из деревни которая пирожками кормила мы же не виним не виним Ваньку с соседнего подъезда с которым мы бухали и что мы теперь спились из-за этого Вани никто винят да вот это перекладывание вины почему-то на других людей начали осознать потом взять на себя ответственность и начать уже что-то делать что-то моя плохая привычка неважно откуда она взялась вообще неважно хоть от бабки хоть от соседки она есть и надо с ней что-то делать пофигу мне плохо ты опять нового учения обещала не читать нового учения не я вообще за себя правительство плохое все плохое я полежу на диване все плохие я бабушки нюры такая толстая она меня пирожками кормила тут все машины слушают мои прочитания да и бухая от ген от дяди Гена и по генам да вот он меня потому что мне хочется у меня был дядя Гена алкоголик я в него пошла пошел пошла это вообще не нравоучение это у каждого проблемы каждого человека мы в все эти стадии проходили обвинения других перекладывания я толстая потому что у меня муж первый не любит второй не любит третий муж меня не любит поэтому я сделаю еще больше чтобы он меня не любил не просто чтобы заесть свою какую-нибудь типа печальку на самом деле просто хочется пожелать да я хочу заесть желание идти в спортзал я хочу заесть чтобы вот не надо для вот этого для работы английский выучить но я пока заем а выучу на следующей работе которую я найду шикарную отговорю вот эта лимбическая система в нашей голове помните которая которая нас заставляет лениться она лень побеждает она придумала природы для того чтобы человек наверное как в спячку ушел когда у него стресс какой-то вот эта лимбическая система вот ты только что-то хорошее грандиозное хочешь сделать с утра вроде на бодряке и потом ты уже через пять минут передумал и лег на диван почему-то ты думал я сейчас только всего сделаю и сразу начать делать да а потом ты там отвлекся там отвлекся там отвлекся там отвлекся и потом ой полдня уже прошло и не буду начинать завтра начну завтра начну худеть подумай об этом завтра начну английский учить завтра пойду на новую работу устраиваться завтра пойду начну худеть завтра самое главное завтрашнего дня я начну худеть мы каждый день с тобой это говорим что завтра ну мы же черепахи худеем будем овощи одни есть каждый день я ем завтра одни овощи я завтра ем одно яйцо и все остальное салаты нет по чуть-чуть хотя бы по чуть-чуть хотя бы ой что-то тут какой-то монолог у меня длинный получился ты же любишь девочкам нравится так что не переживай девчата вы тоже пишите свои мысли по поводу какую бы операцию выбрали на желудке шаунтирование или там еще какая-то или никакую или никакую да но тут большинство кто ничему не сделал наверное это хорошо девчата полвыбор за то что попробуют сами и сетми силами за натуральность а потому что самую главную проблему оно не решит да потому что как бы сказать ну поможет оно тебе на один год потом ты опять вернешься к этой проблеме что ты хочешь много есть это та самая что липосакция блин да до жопы это все это опять волшебная таблетка даже вот этот мужчина врач который выходил толстякам и говорил вы понимаете это не панацея это просто вам помощник на один год снизит вам чуть-чуть вес чтобы вы смогли дальше что-то делать сами а каждый каждый жерун 300 килограммов думает что это панацея эта операция и потом он потом понимает что это блин не решило мне всю проблему как некоторые ходят гипнотизером к бабке ведуньи которые зелье написают девчата вот вы знаете вот пришел у нас на работу один мужик и он вот это вот закодировался у какого-то колдуна от алкоголя от алкоголя от алкоголя сигарет где-то здесь в Александровке какой-то дед колдун работал надо к нему сходить я только хотелось про то что подресок напиши пожалуйста и мы над ним прикалывались Вова его кстати звали и что он выросил ну смотрите он этот ему дед колдун я не помню как его типа дед Егор что ли вот он к нему поехал только этому деду лишь 60 всего было не сильно то он уже дед он нам фоску потом показал типа мы спросили что-то он там заговоры нам так интересно было чем он заговор чайочком чем он он над какой-то водой руками поделал вот так вот поделал что-то там типа молитвы и такой сказал ты пей и все ты больше не захочешь ни пить ни курить а результат он выросил пить курить или нет ну вот сколько мы потом работали год он не пил и не курил я так думаю что это плацебо это самовнушение это чистой воды внушение этого деда он просто очень хороший психолог нам наверно ничего не поможет ты не будешь пить и он понимаешь и он настолько в этого деда поверил что он говорил мне правда не хочется курить я думаю ну это хорошо как внушает дед прекрасно потому что он его гипнозом как это загипнотизировал не знаю мне и гипноз не берет и тебя Антош и Кашпировский тоже не берет и цыганец пошли у меня уже попов так что вот этот дед Егор по ходу дела его хорошо ему внушил ну во-первых это мужик которому внушение это сделали он очень ведомый человек он очень верил вот ему расскажешь какую-то новость где-то в новостях или где-то вы знаете историю какую-то расскажешь и он такой искренне в это верит знаете вот ну слишком наивный человек я думаю что вот очень такие наивные люди как раз вот и верят в этого деда Егора в секты во всякие ходят еще куда-то они хорошо просто внушаемые люди и так это хорошо что плюс такой дед ему Егор сделал что может он ему что-нибудь сказал иначе у тебя там что-то отвалится понимаешь мне всегда пытались все секты заманить я с виду такая наивная видимо кажусь но я ни разу так ни в одну секту не попала девочки на первой квартире на которой мы жили наша бабка Саша хотела нас заманить сидеть или не дома хозяйка квартира нам было 17-15 лет она таскала нам вот так вот такими стопками а помимо нее еще миллион этих всяких сект ну интересно было так просто поверхностно узнать я узнала поверхностно все мне больше другие секты нравятся там по спорту по танцам вот эти обожаю секты там по бизнесу там короче с вашим интересом что вас интересует именно с этими людьми общаться которые с теми обожаю общаться в секты попадать образно говоря по похудению даже наша группа короче группировки по интересам группировка звучит не очень но все равно ну да на танце по шею группа лиц группа лиц по танцам по похудению группировка группа лиц как-то все звучит очень так сводка оперативная в молитве все вот эти компашки по интересам вот это круто ну да а так все остальное это ну как бы осветление уже от религий которые ну это уже вообще кому как что нравится тот кто и верит да знаете бога тот кто и верит мы не касаемся религии сегодня мы сегодня мы все коснулись политики только не коснулись нас сегодня помимо того что забанят еще и не нас не забанят мы же никого там не хаяли мы наоборот за мир восьм мире это точно ну что девочки мы будем прощаться нам надо бежать на работу да а мы вас любим целуем очень рады и струю худение продолжается девчата мы за вас рады кто худел и худеет кто нет и хочет начинайте тот кто набрал вес сама девочка написала что с вами в марафоне похудела до 100 килограмм а теперь опять 120 ничего страшного жизнь на этом не заканчивается она боет если захотите опять похудеть всю жизнь борьба нам надо с кем-то бороться пускай это будет всего лишь вес да лучше с весом чем чем с людьми чем с людьми там с мужем еще с кем-то да лучше с весом когда-нибудь мы его поборем вес когда-нибудь поборем ну что девочки увидимся или приживемся и полюбим его вес не знаю ну ладно целуем вас любим пока-пока пока-пока